Субтитры создавал DimaTorzok И, наверное, стой, предварительно про цифровое название, которое уже всем удивило, наверное, в школе института Удивленно, что сегодня необходимость его внедрения, оно да, существует Потому что мир меняется, дети сами меняются, они очень много проводят времени в интернете И прогресс не нужно запретить, не нужно это ограничить, но надо возглавить, как говорится Ну, я начал активно внедрять всякие разные методы, что-то экспериментировать Как раз я хотел бы поделиться, видеть эти методы того, чего я делал, какие были результаты, какие риски И сказать о таких принципах, наверное, основных, которые стоят выработать, когда мы говорим, про цифровое образование Первое, то, что мы уже внесли, то, что цифровое образование не может заменить другого общения, не может заменить урок Но можно дополнить, потому что урок это 40 минут И сейчас, с учетом сокращения времени и наполнения тем, у меня тема, допустим, по всемирной истории На самом деле, три урока, возможно, по корочеству разобрать эту тему Но он один, 40 минут, и ты не успеваешь буквально на половине Но, как раз-таки, возможность пообщаться после, с помощью цифрового образования в разных форматах Это возможность раскрыть и помочь разобраться детям в каких-то таких моментах Дальше, ну, тут, наверное, я бы хотел рассказать про опыт работы в школе Я в двух школах уже в своей жизни успел поработать И столкнулся с некоторыми проблемами, да? Начать надо с того, что в словах системного российского образования Слово «система лишняя», потому что вот даже в рамках одного города Я смог работу в двух школах, которая отличается с точки зрения условия образовательных кардинально В одной школе у многих детей это не единицы, там это может быть 10-12 человек в классе из 25-30 У которых нету компьютера, доступа в интернет, да? Где в классах нету компьютера, нету проектора Интерактивной доски нету, да? То есть некоторых вот таких вот условий Другой же более это есть, в другой школе собранные условия, да? И вот это вот слово «система» Тут нам нужно создавать микро-техническую базу, потому что это необходимо сегодня Вот. Такая, наверное, еще важная вещь, кстати, вот, которая мне помогла Приблиться с площадкой взаимодействия с детьми У детей, возможно, нету компьютера, да? У них есть телефон И, как говоря, очень много детей на социальных сетях И одна из самых популярных у них это вот ВКонтакте Я выбрал как платформу именно взаимодействия Я скажу по поводу вести микро как платформа, но она неудобна с точки зрения своих функциональных возможностей А вот ВКонтакте сегодня, ну, его комментизируют и создают очень много всяких механизмов, интересных тех же самых приложений Которые, кстати, очень интересно, на которые дети сами очень интересно реагируют Например, мы с детьми иногда, вот я там с ними проводим историческую векторину Разобираем там какие-то оценки, да? Я задаю вопрос, какое-то задание не отвечает Выбирает баллы и вот все равно Получает оценку, там, победитель За эксцент этой векторины И у нас была проблема в том, что там можно редактироваться сообщение И вот один из моих учеников предложил мне, а он занимается программиром, предложил сделать приложение, в котором можно проводить подобные векторины То есть это, во-первых, его включение в позн... изучение истории, да? И освоение этих технических возможностей в современных технологиях как таковых Вот, такой пример можно привести Плюс ко всему, наверное, работая на этой площадке, дети очень много черпают информации из интернета, из соцсетей, там, всякий грунт И вот, опять-таки, как я беру свою задачу, да, и, наверное, это будет так же с многим другим своим коллегам Наша задача, не запретить им это, но указать те источники информации, которые можно смотреть В том числе и самим возможно создавая что-то, показывая что-то, вот, потому что они не умеют отбирать информацию зачастую Особенно, если это 5-й, ну, 7-й, 2-й, да, или старшие, к сожалению, тоже очень часто не имеют такой возможности Вот, такой момент И, наверное, еще об одном хотел бы рассказать, об одной вещи Уже вторая тренинг? Чуть-чуть совсем Я хотел бы сказать про гаджет и про социальные сети, вот, для учителя про гаджет Вот, у нас пытается запретить, ограничить, я пошел на что-то по другому пути У нас шел в урок, в кабинете не было проекта Но была презентация, которая была очень важна для понимания темы Там было много визуализации, которая была вот именно, ну, скажем так, картин, связанных с той эпохой И мы, доставив всех телефонов, скачали презентацию Я выросил в другую группу, в которой мы все задумывали, как Дети скачали эту презентацию И я вот, когда между рядами ходил, никто из них Пользовались и телефонами сидели, никто никуда не находил, все работали по презентации То есть мы вот, в юн, юн, рот, переливистываем слайд, они переливисты Какой у вас ход? У меня есть 5-й, 8-й, 9-й То есть, прошлый год, естественно Мне тоже так нравится, как это Да, и они с удовольствием тоже Да, и вот про, это очень дискуссионный вопрос про педагогов и использование социальной сети. Моя позиция заключается в том, что социальные сети это возможность продолжения личности. Показать личность педагога, я бы больше рассказал, показать, что педагог существует за пределом образовательного учреждения, что он умеет общаться, что он умеет общаться. Если учитель проникает личность учителя, размещая какие-то материалы на своей страничке, привлекая вкус определенный. Начинали с всяких разных сюжетных картинок, закончили с тем, что мы переслаем в группу стих порога родиной. Меня сигнализируют, что вы пришли. Спасибо вам большое.